Поддержка программы «Особое мнение» ООО «Региональная сеть». Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю, здравствуйте. Гостью нашей студии. Это депутат Кировской городской думы Альберт Бекалюк. Альберт Александрович, здравствуйте. Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, мы работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь формой анонсов на нашем сайте. Вы можете задавать гостю вопросы. Вопрос уже есть. Он касается летнего отдыха детей. Но вот мы чуть-чуть попозже о нем поговорим. Все-таки сначала с Альбертом Александровичем пройдемся по его депутатской деятельности, ну и в частности по деятельности Кировской городской думы. 28 мая в Кирове пройдет уже третий конкурс на должности главы администрации города. И на прошлой неделе наши коллеги «Портал свой Кировский» взяли интервью у одного из кандидатов. Не у Дмитрия Осипова, да, Дмитрий Осипов пока в качестве кандидата на пост главы администрации, насколько я помню, интервью не давал. У Николая Богачева. Николай Богачев – это начальник отдела организационной и кадровой работы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Документы на участие в конкурсе он подал 8 мая. Уверяет, что кандидат он не технический, а вот посмотрел, что пишут в СМИ про конкурс этот, оценил свои способности, возможности и решил, что вполне себе может претендовать на этот пост. Вы как-то так улыбаетесь скептически, Альберт Александрович. Вы же проходили вот этой дорожкой, да? А что остается делать еще? Я, конечно, проходил и понял, что... Вы не верите в перспективы Николая Богачева? А я понял, что выборов нет. Это не выборы, это назначение. Как я уже озвучивал свою позицию на Думе, в прессе и так далее, и так далее. Выборы, когда есть, в том числе у Думы, у депутатов, альтернатива. То есть мы должны выбирать... Вам, пожалуйста, вот, два человека будут как минимум. Это прождите. А, кстати, Дмитрий Осипов подал документы или нет? Это я не знаю пока, я не знаю. Два человека как минимум, это для конкурсной комиссии. Мы-то ведь почему и за что говорим, и предлагаем свои изменения внести в положение. Вы говорите о том, что депутатам должны представлять. Чтобы у Думы был выбор. А так получается назначение сегодня. Выборы подразумевают альтернативу. То есть минимум два человека. А нам что предлагается? Согласовать решение... Вам предлагается либо согласовать, либо не согласовать. Ну вот мы и не согласовали. Потому что выборов нет. Мы внесли свои предложения по изменению положения о выборе глави администрации. Где основные пункты, еще раз подчеркну, как раз основываются на 131-м ФЗ и уставе муниципального образования. Где говорится, что комиссия, комиссия, проведя отбор кандидатов на Думу, должна представить не менее двух кандидатов. И чтобы депутаты своим решением уже выбирали, а не комиссия выбирала. Комиссия должна проводить оценку способности того или иного кандидата занять эту должность. Оставить баллы каждому, да, этих двоих? Поэтому мы посчитали, что Дума в данном случае, по мнению некоторых руководителей города и области, должна исполнять роль статиста и исполнить чью-то волю. Мы посчитали, что этого быть не должно. Мы все-таки избираемся нашим населением. В отличие от депутатов. Все? Нет, не все. Не все депутаты. Те, кто воздержались и голосовали против. Конечно. В последний раз. Это в основном как раз все те одномандатники. Все те, кто наиболее в постоянном контакте с своими избирателями. Открыты и для прессы в том числе, да. Вот мы заявили о своей позиции. И предложили внести изменения в данное положение. Эти изменения внести возможно было до 28 мая или нет? Возможно. Эти изменения нужно было внести еще, вы знаете, в январе месяце. Когда мы об этом говорили. Но почему-то никто не хочет. Видимо, проще назначать открытым голосованием, не тайным. Мы тоже предлагаем тайное голосование. Чтобы видеть, кто как поднимает руку. Кто исполняет волю определенных руководителей или не исполняет. Вот мы считаем, что какая-то интрига должна быть в этом. Но конкуренция должна быть. Конечно. И интрига, и конкуренция. А так, это еще раз повторю, это назначение. Это профанация. В таком случае, ваша депутатская позиция и ваши действия. 28 мая конкурс состоится. Вероятно, после него. Я не знаю, состоится или не состоится. Я подал заявление в прокуратуру. Так. С тем, что данное внеочередное заседание, оно проведено с нарушениями. И все решения, которые на нем приняты, они также незаконны. Так, давайте поподробнее. Внеочередное заседание, это то заседание, которое было после недавнего заседания городской думы. Их просто было несколько в последние несколько недель. То, которое было после небольшого перерыва, в тот же день, на который собирали уже ушедших депутатов заново. И на котором определили дату нового конкурса. Да. По нашему регламенту. Это основной документ, который регламентирует деятельность думы. Мы внеочередное заседание должны созывать не менее чем за сутки. Для того, чтобы мы могли ознакомиться с повесткой. Оркоотдел думы обязан проинформировать всех депутатов о этом заседании. Обязан проинформировать средства массовой информации. Доложить о вопросах, которые будут. А не просто, что главе города захотелось провести тогда, когда что-то там кто-то написал в социальных сетях. Или в мессенджерах. Ну, Альберт Александрович, просто сейчас время-то такое, знаете, дважды дергать депутатов, чтобы они там ехали заново, снова, там, извините, подвергали себя опасности заразиться коронавирусом на следующий день или через два дня. Ну, понятно, что просто ситуация была нештатная, я так понимаю. То есть, вероятно, предполагалось, что Дмитрия Осипова все-таки утвердят. Вы знаете, давайте ситуацию, на мой взгляд, здесь с моим решением обжаловать это действие, да, достаточно серьезное. То есть, мы представительный орган местного самоправления. Все наши решения, которые мы принимаем, нормативно-правы, они действуют на всей территории муниципального образования города Киров. И я не думаю, что Думы являются каким-то офшорным раем. То есть, как мы можем, офшорным юридическим раем, да, уточню, да, ну, это шутка, конечно. Как мы можем требовать с наших жителей... Или представителей бизнеса, неважно. Да, с ЖКХ, благоустройство, муниципальная собственность, реклама и так далее. Как мы можем требовать исполнения наших же принятых нормативных актов, если мы их сами не исполняем? Вот, на мой взгляд, мы здесь скатываемся к какому-то правовому нигилизму. То есть, не извиняют даже форс-мажорные обстоятельства не извиняют. Норма закрытая. Там не говорится никаких форс-мажорных. Никакого форс-мажора в этом нет. И не было. То есть, надо было на следующий день собираться? Как минимум. Вы в прокуратуру заявление когда подали? Я подал в перерыве между майскими праздниками. По-моему, это 5-6. Вот, кроме того, я больше скажу. Ответ получили? Он перенаправлен, насколько мне известно, из областной в городскую. Городская будет разбираться. Как ответит? Ну, не знаю. Посмотрим. Скажите, пожалуйста, а по срокам до 28 мая они должны вам ответить? Или нет? Там же месяц, по-моему, дается на рассмотрение. Ну, кроме того, я больше скажу, что я подал исковое заявление в суд. Даже два. В областной и в районный. В один о том, что данное заседание не должно было состояться, поскольку есть регламент, и он запрещает это делать. А второе, с обжалованием данного решения. То есть решение, оно принято незаконно. Поэтому мы же очень хотели, чтобы, еще раз повторю, чтобы было изменено положение, чтобы были именно выборы, а не назначения. Ну, вот нашим руководителям, видимо, что называется, закон не писан. Они как хотят, так и принимают, когда захотят. Вы вообще перспективы ваших этих заявлений оценивали? Насколько вероятно, что прокуратура или суд на вашу сторону встанет? Ну, на вашу или на сторону депутатов, да, части депутатов? И будет какой-то, ну, не знаю, там какие-то следующие шаги, которые повлекут за собой, например, отмену решения новой конкурсной комиссии? Или еще что-то? Я оцениваю, очень трезво оцениваю. Я не знаю, какое вынесет решение суд и прокуратура, но я еще раз повторю, мы не имеем права скатиться к правовому нигилизму. Мы должны быть в своих решениях просто примером для всех. Еще раз повторю, как мы можем требовать, если сами не соблюдаем? Кто-то из коллег депутатов с вашей позиции согласен? Или все-таки люди считают, что в существующих обстоятельствах, в тех, которые сложились, лучше не затягивать было решение этого вопроса, с назначением новой конкурсной комиссии? Да все оппозиционные фракции согласились со мной. Все. Ведь мы почему и не пришли на это заседание? Я же ведь тогда главе города в процессе заседания сказал, мы не хотим работать по понятиям. Мы не хотим. Если есть норма, мы обязаны ее соблюдать. Если кому-то что-то хочется, почитайте, пожалуйста, регламент. Почитайте нормы, которыми мы регламентируемся в своей деятельности. А если вы их не знаете, ну, это ваши проблемы. Вот так у нас и получается все по понятиям жизни и работы. Альберт Александрович, когда будет очередное заседание городской думы? Вот сегодня нам стало известно, что его перенесли. Видимо, как раз из-за необходимости провести конкурс 28-го заседание перевесли, по-моему, на 3 июня. То есть это следующая неделя после конкурса? Потому что 28 мая это четверг. Город Дума обычно собирается по средам. То есть ваше заседание пройдет после того, как будут уже известны результаты. Да, 2-го или 3-го, не помню. Какая там среда будет? Среда будет 3-е число. Значит, 3-е число, 3-е июня. Видите, мы все делаем для того, чтобы согласовать быстрее того, кого нужно. Вы на заседание 3-го июня пойдете? Обязательно. Ну, если представят, например, вам новых кандидатов, одного или двух, ну, одного же, скорее всего, представят, правильно, по итогам работы конкурсной комиссии? Ну, я надеюсь, что какой-то здравый смысл в головах руководства, он все-таки возобладает. Все-таки прочитают нормы так, как их нужно читать, как они написаны, да? И я думаю, что, ну, какую-то альтернативу нам создадут. Не случайно же там появился какой-то новый участник. Еще один кандидат, Николай Николаевич Богачев, да. Ну, да. Видимо, второй там, который участвовал, он уже устал. Вячеслав Николаевич Симаков, имею в виду его, да? Ну, дважды. Да. Ну, просто человек занимается реальными делами в Первомайском терроруправлении, ему может некогда этим заниматься. Все верно. Ему и нужно заниматься реальными делами. Понятно. Все верно. Вот вопрос у меня. То есть на заседание 3-го июня вы пойдете. Конечно. И если там представят одного кандидата, будете ли вы голосовать за него или против него, или воздерживаться? Я повторю свои требования. Да. Опять же на заседании скажу, это не выборы, это назначение. Быть статистами мы не должны. Если комиссия сама решила, пусть сама и берет ответственность за этого кандидата. Ну, комиссия-то от городской думы всего 5 человек в ней представлены, они же не могут только 5 голосами утвердить нового главу администрации. Я не хочу разделять ответственность без выборов. Понятно. Как вы будете голосовать? Если будет один кандидат, я воздержусь. А если будут двое? Тогда посмотрю. Программы. Кого лучше? Несмотря на то, что вы считаете, что назначение этого конкурса состоялось с нарушениями, все-таки будете голосовать. Еще раз. Я все-таки очень надеюсь, что суд и прокуратура примут взвешенное грамотное решение. Еще раз повторю. Норма закрытая. Она не может быть широко растолкована. Или какие-то изменения там, форс-мажор или еще что-то. Не может быть. Все. Раз за сутки, значит за сутки. Не было, значит незаконно. Как я буду голосовать? Еще раз повторю. Надеюсь, конкурс будет перенесен. Он состоится в новые сроки, по новому положению. Я очень надеюсь. И мне бы хотелось в это верить. И тогда, когда будут кандидаты и представят свои программы, я сделаю свой выбор. Если же этого не будет, если же на заседание 3 июня предложат одного победителя, по мнению конкурсной комиссии, вы будете воздерживаться. Конечно. Вы будете воздерживаться. Это только ваши позиции или вас поддерживает еще часть оппозиционных депутатов? Вы знаете, мы, как правило, перед заседанием Думы всегда собираемся в фракции. И мы обсуждаем. Наше решение, оно рождается в неком споре. Вот мы принимаем решение. То есть это будет общая фракционная позиция? Ну, конечно. То есть фракция будет голосовать? Да. Понятно. То есть фракция принимает решение о способе голосования. Или это у нас открытое, ну, свободное голосование, или же все-таки мы фракционно занимаем единую позицию. Хорошо. Ждем тогда 3-го числа. 28-го сначала ждем, потом 3-го. Но и до этого ждем все-таки новости о том, что Дмитрий Осипов подал документы. Потому что вообще-то вся эта сказка нескончаемая уже надоедать начинает. Если Дмитрия Осипова не утверждают сейчас, то Киров остается без главы администрации, я так понимаю, до конца полномочий этого созыва Гордуму. Ну, если мы будем дальше продолжать жить не по нашим нормам, а по тому, когда что захочется, могут и через неделю назначить. Могут и, ну, знаете, непредсказуемы. Просто для меня непонятно. Вот такой жим, лом депутатов через колено, что нужно именно там сегодня провести, сегодня назначить. И именно его, и других альтернатив нет. Ну, для меня она удивительна. Скажите, а кандидатура Дмитрия Осипова у вас, вот просто Дмитрий Осипов, если отвлечься от всех там связей, которые ему приписывают с председателем правительства, и вот вся эта история с тем, что пытаются его усиленно там, да, на этот пост провести, она у вас вызывает вопросы там, или негатив, или еще что-то? Или вот если бы все было по-другому, вы бы готовы были, например, за него голосовать, как за специалиста? Бесспорно, негатива у меня не вызывает. Я отношусь к нему, в первую очередь, как к специалисту, который в такое непростое время должен взять на себя ответственность за развитие нашего города. На сегодняшний день я вижу, что уровня подготовки пока недостаточно. Не пройдены определенные пути, не поработал в управленческих структурах городских. Все-таки бюджетное отношение это немножко иное, чем коммерческие, чем поработать, не знаю, в американской табачной фабрике, или еще там где-то, еще там где-то. Не знаю, слишком мал опыт даже в Вятавтодоре, слишком мал срок. Но других-то кандидатов нет, Альберт Александрович. Все остальные более реально понимают, что положительного в данном эпизоде, в данном, так сказать, временном отрезке не добиться. Не добиться. Это ведь связано не только с тем, что там какой-то управленец, это связано в первую очередь с тем, что слишком много полномочий у муниципалитета и слишком мало денег. Все нужно. Обязанности увеличиваются, а денег все меньше и меньше. Работать мы не научились, мы очень любим себя, свою администрацию, мы увеличиваем штаты, зарплаты у нас растут там и так далее, и так далее. А результата-то нет. Вы про городминистрацию говорите сейчас? Ну, конечно, конечно. И поскольку я тоже депутат... Но вы понимаете, да, что не появится другого кандидата сейчас, вот кроме Осипова? Очень плохо. Очень плохо. А делать-то что? Жить без главной администрации? Ну, будем дальше страдать. А что делать? Нет, страдать не надо, хочется жить хорошо. Всегда хочется, не всегда получается. Депутат городской думы Альберт Бекалюк. В нашей студии мы продолжаем программу «Особые мнения». Давайте сейчас вот к заседанию прошлой недели все-таки обратимся. Опять же, вот то заседание, на котором Дмитрия Осипова не утвердили, не утвердили. Там еще и поправки в бюджет, и я помню, что фракция «Единая Россия» оппозиционным фракциям тогда пеняла, что вы ушли, не проголосовали, значит, поправки важные не утвердили, и чуть ли не ветераны останутся без ремонта и денег накануне Дня Победы. В чем все-таки была суть этого вопроса? Почему не голосовали? Что было на заседании на прошлой неделе? Все-таки утвердили, я насколько понимаю. Ну, наконец-то «Единая Россия» собралась в том составе, необходимом для принятия им решений. Вы знаете, у них есть большинство. Численным. Большинство, и поэтому они смогли. В чем заключалась наша позиция? Во-первых, давайте скажу, почему мои коллеги так рьяно всегда обвиняют оппозицию, что там кто-то без чего-то останется. Неправда. Вот эта вот лживая мантра, которую напоют каждый раз, если в случае там непринятия, да, ну, не соответствует ни малейшей там истине, ни малейшей истине. Город не остановился бы, все бы работало, все бы шло, все бы там все было. В пределах 10% ГРБС сами могут перевоспределять свои средства. Все это можно делать. Поэтому мы же на чем настаём? У нас дефицит 485-6 миллионов рублей, да? Почти 500. Да. В декабре, принимая бюджет, я задал вопрос, где программа приватизации, которая необходима, которую мы обязаны принять вместе с бюджетом для выравнивания, так сказать, для баланса бюджета. За счет программы приватизации бюджет пополняется и таким образом покрывается дефицит. Покрывается дефицит, все верно. Мне сказали, что у нас новый пока руководитель, департамент муниципальной собственности, в феврале он сформирует, потому что Липунова там сбежала, вы помните, да? Бывший руководитель. Он сформирует, и мы этот дефицит устраним. Давайте пока примем кредиты в коммерческих банках, и дальше будем работать. Пока. Ну, мы поверили. Это был декабрь. Это был декабрь. Пришел февраль. Изменения коснулись на несколько десятков миллионов. На 20, на 30, по-моему. Не 500? Нет, конечно, я задал вопрос, где? Ну, пока не готово, продавать нечего. Дальше. Выходим, тогда я говорю, что вот эти наши проблемы с дефицитом, мы должны обсуждать, ну, практически ежемесячно. Ежемесячно вы нам должны показывать, где возьмете, какие источники покрытия. В первую очередь мы ставили задачу, сокращайте расходы на управленческий аппарат в администрации города. А они большие, Альберт Александрович? Достаточно. И сокращать есть. Ну, в цифрах мы можем сказать, вот, вы говорите сокращайте, насколько можно сократить? Ну, я считал, миллионов 150 там возможно, по моим подсчетам. Ну, что да ладно. У нас масса всяких структур, муниципальных, казенных учреждений, там, как я уже говорил, там, этот центр инвестиций, городская реклама. Вот вы вслушайтесь, почему мне там ответили, сказали, что я не прав по поводу городской рекламы, да? 11 человек штатной отчисленности. 11. Руководитель, два зама, три человека, которые выписывают разрешение, бухгалтер, зам, кто-то еще, и даже уборщица в штате. При том, что эти все люди финансируются за счет бюджета у нас. Дается муниципальное задание, деньги перечисляются им. Зачем? Я спрашиваю вопрос, задаю вопрос руководителю. Я говорю, как у вас сейчас на рекламном рынке? Процент падения 40%. 40%. Я говорю, а почему вы дальше не сокращаете? Почему? Такой штат у вас. Зачем? Ну, вот. Ну, вы сейчас спрашиваете, это вот сейчас, во время коронавируса? Да это нет, это было еще в январе-феврале, я не помню точно когда. И ведь так вот взять, по каждому предприятию такие у нас богодельные созданы. Для кого? Для чего? Вот мы эти предприятия не трогаем, а наших учителей, работников детских, дошкольных учреждений, мы просто, ну, ладно. Самые, наверное, они у нас молчаливые, терпеливые. Так, что вы имеете в виду, ну, ладно? Ну, я не знаю, это по мнению. Я же ведь не случайно на Думе достаточно резко сказал там своим коллегам из Единой России, когда мы увидели цифры, и когда мы обсуждали это еще на комиссии, значит, мы 160 миллионов снимаем с департамента образования, в общем. То есть там снимается, сняли, сняли, 77 миллионов зарплат учителей, я вам готов процитировать те цифры. Так, давайте, давайте, ага. А потом просто поясните, как это облицет на зарплате каждого. Связано с уточнением процента роста заработной платы работников общеобразовательных организаций, планировалось рост на 7%, с 1 января 2020 года заработная плата увеличена на 3,8%. Никому ничего не увеличено. Ну, если вы планировали рост, так вы зачем все забираете? Ну, зачем? Ведь сами дорогие мои чиновники, вы же рост своей зарплаты не сокращаете, у них ежегодно идет там плюс 4,5%, плюс 4, плюс 5%. Вы можете пояснить, вот та вот история с тем, что деньги срезались, она на зарплате конкретного там учителя или работника детского сада, как скажется? То есть ему зарплату не повысят, или ему повысят, но за счет других источников, или как? Ему зарплату не повысят, никаких других источников не будет. Вот как у нас пояснял нам один представитель Единой России, директор школы, господин Коночегов, он нам сравнивал, что как получается у них с зарплатой средней выводится. Вот есть у него более старший товарищ, учитель, он получает 40 тысяч, приходит молодой, он получает 20. Вот складывают и получают, по его словам, и опять же по Фрейду оговорочек, получают все равно 20, да? Не понимаю. А вот я тоже не понимаю, вы знаете, но вот так вот объяснили. 20 плюс 40 делим на 2, получается 20. У них всегда так. У них так всегда. Поэтому я же в перерыве, когда подошел к ним, и говорю, коллеги, вы хоть сами-то думайте, вы же к этим учителям пойдете 1 сентября, в день учителя, на выпускные, да, будете говорить, как мы вас любим, как мы вас ценим. Вот так вы их и цените. Вот так вы их цените. Вы сами-то видите в магазинах, как растут цены, как растет коммуналка и прочие-прочие расходы. Так ведь и зарплаты должны расти. А у нас в плюсе только чиновники. У них растет. У них все хорошо. Альберт Александрович, а чем обосновывалась вот эта вот история со снятием денег оттуда, с перераспределением? Значит, я повторю. 77 миллионов зарплат учителей, 37 миллионов зарплат педработников дошкольных учреждений и 44 миллиона зарплат в департаменте образований. Очень непонятно, там, завалированная сумма на уплату налога на имущество. То есть, общая же 160 миллионов. Эти деньги ушли, насколько я понимаю, для софинансирования в дорожный фонд. То есть, на дороге мы повысили доходы на 570 миллионов. То есть, примерно, 200 было областных, 200 федеральных и 170 наших городских. Поэтому вот. А мы могли этого не делать? Ну, вот по условиям нашего договора с федералами, да, и этой программой, и проектом национальным безопасной и качественной дороги. Или мы в любом случае должны были эти деньги где-то найти? Мы должны были их найти, но не с наших учителей. Не с учителей. За счет, например, сокращения расходов на содержание аппарата там, да, и чиновников. Чиновников, своих муниципальных учреждений и так далее, и так далее. Даже вот та цифра, я еще вам одной скажу, значит, выделяется 462 миллиона на тепловизионные обследования. Да. Альберт Александрович, я прошу прощения. Давайте вот мы к этим 400 миллионам перейдем чуть-чуть попозже, через полторы минуты после небольшой рекламы. Хорошо, давайте. Особое мнение на 101FM. Альберт Бекалюк в нашей студии, депутат Кировской городской думы, и мы с ним продолжаем считать бюджетные деньги. 430 вы сказали. А 462 миллиона выделяется дополнительно на тепловизионные исследования окон, которых мы меняем. В том числе за счет депутатских денег в наших школах, детских садах и так далее, и так далее. Подождите, это только на обследование такая сумма? К сожалению, да. Я задаю вопрос. Задаю вопрос. И на комиссии... Чтобы понять, дует, не дует, холодно, не холодно? Ну, насколько, да, хорошие окна поставили. Я задаю вопрос. А нельзя ли нам самим купить такой тепловизор, он стоит, ну, в пределах 150 тысяч? И каждый год. Это не последний год, когда мы меняем окон. Не последний. Оказывается, все-таки... Мы еще в аренду его можем сдавать, Альберт Александрович. Да. Нет. Нет? У нас не могут. У нас могут только отдавать, чтобы кто-то делал. Вот сами мы в администрации, видимо, ничего там не умеем. Слушайте, но это какая-то безумная совершенно цифра. 460 миллионов только на обследование. Ну, поэтому над ней все и смеются. Все, кто в теме, те понимают. Сколько же нужно там затратить на эти окна? Трудозатрат. Мне кажется, окна дешевле выйдут, нет? Нет, окна, конечно, дороже, но обследование там займет всех окон, ну, от силы неделю. Неделю. Что ж там на 462 миллиона? То есть это точно... Я ей предложил, говорю, давайте мы хотя бы на 150 купим сами тепловизор, и сотрудник у нас за неделю все эти окна измерит. На каждое окно нужно там, извините меня, ну, максимум там 3-4 минуты. Кто понимает, наверное, со мной согласится. А мы выделяем практически полмиллиона. Ну, и еще раз говорю, таких затрат там масса. Масса, масса. Подождите, полмиллиона все-таки? То есть 462? Тысячи, наверное, все-таки. Тысячи, не миллион. Извините, конечно. Тысячи, конечно, да. Полмиллиона, полмиллиона, да. Полмиллиона. А сам прибор стоит в три раза дешевле. Ну, 150 где-то, да. 150. 100-150. В зависимости от функций, производителей и так далее. Понятно. Не будем о грустном. То есть на этом тоже можно было сэкономить. Может быть, и не такая большая сумма, там 300 тысяч, да. Но все равно, тем не менее, эти деньги в общую копилочку упали. По зернышку, по зернышку, по зернышку. И плюс, что мы еще там не могли согласиться тем, что вот я говорил, что дефицит у нас порядка 480 миллионов. И этим решением, извините, мы его еще увеличиваем на 9 миллионов. Еще увеличиваем. Ведь я не случайно много раз говорил, вы говорю, когда начнете себя сокращать? И мне все обещают. Вот у нас комиссия идет. Даже обещали меня пригласить на эту комиссию. Я им сказал, где я найду им, где снять. Обязательно найду. Даже документы мне отправили. К этой комиссии. Но не пригласили. Но не пригласили. И спугались, что вы найдете. Понятно. Никто не хочет расставаться с деньгами, Альберт Александрович. Теплое место очень. Теплое место. Хорошо. У нас не так много времени остается. Еще раз. На окна все-таки 462 тысячи на обследование. На тепло... Да. На исследование тепловизором. Не миллион. Конечно, простите, ради бога. Ничего страшного. Тут вот вопрос такой, да, очень важный по цифрам. Еще одна тема важная, которую вы тоже уже комментировали и которая до сих пор окончательно все-таки не утрясена, это история со служебным жильем, с продажей квартир участников программы «Служебное жилье» в рамках банкротства Кировской региональной ипотечной корпорации. Тема тянется, на самом деле, довольно давно. То есть там появлялись звоночки и в прошлом году было дело, да, о том, что поскольку крик банкротится, не очень понятно, что будет с людьми, которые в этих квартирах, принадлежащих крику, живут. Но вот в этом году, в апреле, уже часть квартир была продана. И люди начали получать уведомления о усилении, я так понимаю, да? Да, совершенно верно. На прошлой неделе правительство области с людьми встречалось и сказала им, что вот тот конкурс, который состоялся по продаже квартир некой жительницы Ульяновской, он будет опротестован, да, и пока идут судебные процессы, никто людей из квартир выселить не может. А в дальнейшем будут предприняты какие-то шаги, потому, чтобы люди свои квартиры сохранили или имели возможность их выкупить за какие-то вменяемые деньги. Мы все понимаем, что служебное жилье – это программа для работников бюджетной сферы, это врачи-учителя, работники культуры. Мягко говоря, это не те люди, которые миллионами ворочают, да? И вы с людьми тоже встречались, и люди вам жалобы какие-то свои озвучивали. Конечно, конечно. Давайте для наших радиослушателей я объясню. Эта программа у нас действовала с 2010 по 2014 год. За это время, за счет средств бюджета нашего областного, было построено и передано в аренду этим людям, нашим бюджетникам, 600 квартир. Они не только в Кирове, они и в районах области есть. Эти квартиры, да, конечно, да, конечно, по всей области, за счет бюджета области. Эти квартиры оказались на балансе региональной ипотечной корпорации. И вот вследствие такого грамотного, в кавычках, хорошего руководства, корпорация оказалась банкротом. Назначен конкурсный управляющий. Что должен делать конкурсный управляющий? Он составляет список очередности своих кредиторов и оценивает имущество, которое есть, и он должен это имущество реализовать. То есть он должен его продать, с кредиторами расплатиться. Конечно. Раз квартиры на балансе Крика, вот и выставляют эти лоты. Первый в конце прошлого года не состоялся, никто не решился купить. Второй раз, это где-то в феврале, значит, единым лотом продано 100 квартир за 60 миллионов рублей. Еще остается 500 квартир. Вот в прошлую пятницу, накануне буквально, 13-го где-то, по-моему, должен был состояться еще один аукцион. Там по продаже 28 квартир. И те люди, с кем я встречался, они даже сами подавали заявки. Вот наши бюджетники, там деятели, работники театров, сами хотели выкупить эти квартиры. А этот аукцион не состоялся. По причине того, что Уралхим, как основной кредитор, подал жалобу в федеральную антимонопольную службу на конкурсного управляющего. Но это по причине того, мы понимаем, чтобы как-то оттянуть, что-то сделать, чтобы как-то решить этот вопрос. Но это не самый глупый шаг, мне кажется. Наоборот, молодцы, что делают его. Молодцы, молодцы. В этой ситуации сейчас выхода нет, только время надо тянуть. Людям-то от этого не легче. Так. Людям-то от этого не легче. Все вот эти заверения, что все будет хорошо, ведь они живут, вы знаете, как на пороховой бочке. Понятно, конечно. Никто не хочет жить в квартире, если не знает, завтра он здесь останется или нет. При том, что они вкладывали туда какие-то средства, свою энергию, там, не знаю, здоровье, время и так далее. Просто дети появились в расчете на то, что они в этой квартире останутся, что им не придется решать там жилищный вопрос срочно, да. Самое-то печальное, что как может решиться этот вопрос? То есть область, в любом случае, если не область, то кто-то, а я понимаю, что все-таки это будет область, она эти квартиры выкупит конкурсно-управляющих. То есть что же за ситуация-то получится? Давайте мы с вами вместе посчитаем. Мы второй раз, второй раз выкупим эти квартиры. Вопрос, за чей счет? За счет бюджета. За наш с вами счет. Поэтому я повторю свои слова. Кто-то в правительстве области проспал эту ситуацию, прохлопал. В правительстве области, Альберт Александрович, с 16-го года произошли большие изменения, как вы понимаете. Если мы посчитаем, что 100 квартир куплено за 60 миллионов, осталось 500, то есть найти цели, чтобы их выкупить, ну, по скромным расчетам, нужно будет 300-360 миллионов. За счет кого мы будем снимать? С учителей мы уже сняли. С медработников? С кого? С медработников нельзя, а Путин рассердится. Ну, я считаю, поскорее бы он рассердился и обратил внимание на грамотное управление у нас и отношение к нашим бюджетникам. Но в итоге-то все-таки вы же понимаете, что выхода другого нет. Ну, то есть мы обратно не отмотаем сейчас ситуацию, да? Кто будет отвечать, скажите? Мы с вами как жители, как налогоплательщики? Или кто-то из руководства должен взять на себя ответственность? Из руководства чем? Региона. Корпорации регионами. Региона, конечно. Руководитель региона, в бытности которого это все реализовывалось, он уже взял на себя ответственность и сидит в Рязани. Извините. Подождите. Ведь события с банкротством, они прошли не при том, кто сидит сейчас в Рязани. Еще раз, что в декабре не знали? Знали. Что продаются 100 квартир за 60 миллионов? Знали. Почему ничего не делали? Все думали, все пройдет, все хорошо? Нет. Я думаю, что может быть что-то и делали, просто не озвучивали это все. Озвучивать начали только тогда, когда люди стали выходить на улицы. Когда начали вызывать телевидение, приглашать журналистов. Когда эта тема пошла в прессе, везде, везде, везде. Мы на центральные каналы вышли. Что мы дальше ждем? Опять прославимся на всю Россию? Так, подождите. Своей заботой и любовью к бюджетникам. В таком случае, подождите. Ну, вот все-таки выход-то вы какой предлагаете из этой ситуации? Ну, вообще есть выход из этой ситуации, кроме того, как ужаться там или, я не знаю, где-то... Только выкупать. Где-то срезать, выкупить квартиру. Только выкупать, конечно, повторно. Снова за счет бюджета. Снова мы купим 600 квартир. Так бы мы могли иметь для наших бюджетников 1200, а из-за того, что кто-то проспал, мы эти 600 оплатим дважды. Подождите, а как можно было не проспать в этой ситуации? Ну, то есть, понятно, там, да, ты знал, что будет распродаваться имущество, но это, по-моему, стандартная совершенно процедура. Ипотечная корпорация, структура областная, стопроцентный, собственник области. Да. Вот я повторю свои слова, да, конкурсный управляющий у нас должен быть человек независимый. Ну, кто его туда назначает? Давайте разберемся. Что, с ним диалог нельзя было раньше вести? Вероятно, можно было, конечно. Искать пути. Не после того, когда какая-то жительница из Ульяновска это сделала. И которая сейчас посылает всем телеграммы, а, повторю, эти договоры настолько составлены просто ущербно для этих жильцов, что все, по 610-й гражданского кодекса за три месяца они извещаются, и до свидания. Скажите, пожалуйста, у нас вот минута остается буквально. Вам кажется жизнеспособным вариант, когда бюджет, ну, или, я не знаю, там, какие структуры власти, для того, чтобы не нести такие большие потери, все-таки предлагает бюджетникам и участникам этой программы свои квартиры выкупить. Пусть не по рыночной цене, да, пусть по какой-то, может быть, там, программе рассрочки, еще чего-то. В других регионах эта программа подразумевает то, что 10 лет человек, отработав в бюджете, выполняя свои обязанности, получает эту квартиру бесплатно. В собственности. В собственности. Ну, у нас сейчас выхода такого нет, то есть вы же... Еще раз проспали. Хорошо, ну, сейчас-то что делать? Для того, чтобы снять с бюджета часть нагрузки, мы же можем, наверное, эти квартиры предложить проживающим... Дальше-то люди вам будут верить? А? Ну, может быть, люди... Ведь выручали накануне выборов, говорили, что все хорошо, мы вас любим, мы вас ценим. Выборы прошли. А сейчас, говорят, давайте на улицу. Или давайте сами выкупайте. Спасибо, проработали. Что еще сказать? Вы представьте состояние людей. Я представляю состояние людей. Я их видел, у них слезы на глазах. Я представляю состояние людей. Конечно, это очень неприятная ситуация, если там жестче не сказать. Но вот этот вариант с выкупом квартир, пусть не по рыночной стоимости, он ведь позволит каким-то образом деньги бюджетные сохранить. Доверие-то власти в этом случае сохранится? Доверие уже все. Доверие уже, извините, все. В том-то и дело. Остается только такой вариант. Или нет? Или с кого-то с другого снимать. С других. С кого-то с другого снимать с других. Опыт есть. Говорит Альберт Бекалюк, депутат Кировской городской думы. И мы на этом, к сожалению, программу «Особое мнение» завершаем. Потому что время наше, Альберт, вопросов было много. Да, вопросов было много, не успели по зеленым, простите, по серым заборам не успели поговорить. Зеленые – это уже мои мысли, потому что зеленые изгороди хотелось бы, конечно, видеть на их месте. Благодарю. Спасибо большое. Программа «Особое мнение» завершается. До свидания. Спасибо. Всем здоровья. «Особое мнение» на 101FM